Микс Ньюз Утро на Болткоме Продолжается Утро на Болткоме. Анастасия Смолуцкая, Олег Пек и Евгений Копеин с вами проводят это утро. И в нашей студии появляется музыковед, продюсер Елена Свилпа. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Говорить будем о Славянском базаре. Сразу перейдем, может быть, с места в карьер. Какие возможности у латвийских музыкантов есть для того, чтобы принять участие в одном из таких ярких, очень популярных музыкальных фестивалей, конкурсов? Возможности широкие. Прийти и проявить себя с лучшей стороны. 14 марта в прекрасном зале Зеядуане Зале Латвийской национальной библиотеки состоится отбор. И жюри выяснит, кто достоин представлять Латвию как на взрослом конкурсе от 18 до 31 года, так и на детском от 8 до 14 лет. Будут выбраны два солиста. Именно солисты, а не группы солисты будут? Да, условия конкурса участвуют солисты. Сколько, какая уже традиция, участие, может быть, латвийских музыкантов в Славянском базаре? Насколько наши успехи были на этом конкурсе? Хороши или нет? Вы знаете, достаточно популярен этот конкурс в Латвии, в Литве, в Эстонии. И Латвия очень активно участвует уже много лет. И я знаю, что еще когда даже моя детская эстрадная студия «Пумпурини» была еще совсем маленькая, в 1998 году мы уже ездили на Славянский базар, принимали участие как гости. В 1998 году. В 1998 году, да. Вот. Сейчас это набирает обороты. И, конечно же, мы знаем, самая большая наша победа – это первое место у нашей популярной певицы. Сейчас очень популярная уже певица – это Саманта Тина. И очень хорошие результаты, например, я считаю, что в позапрошлом году добился наш растущий певец и любимый – это Алекс Силверс. Тогда еще были такие моменты сложные для конкурса. Это нужно было пройти национальный отбор, вернее, отбор национальной песни на самом Славянском базаре. То есть тебя в стране отобрали, ты полгода готовишься, туда приезжаешь, поешь национальную песню и можешь дальше не пройти. И как-то был такой момент, что Латвия никак не могла проскочить этот рубеж. Но вот Алекс прорвал его. В прошлом году тоже Лидия Бреско выступила тоже очень хорошо. Она не завоевала призовые места, но очень близко была. И поэтому в Беларуси еще любят наших исполнителей. А наши исполнители, насколько много людей хотят принимать участие, задают вопросы, ищут возможности как-то принять участие в начале национальном отборе? На данный момент у нас 93 заявки от детей и около 50, что 48 или 49, но на вчерашний вечер, когда мы закрыли прием, 48 или 49 заявок было от взрослых. Это тоже такой интересный момент, что вот взрослые до 31 года, у них тоже нет такого, что они там как-то не хотят, дуют у нас. Да, очень. Женя, можно тебя попросить, пожалуйста, чуть-чуть сбавить наш кондиционер, чтобы никто больной не вышел из нашей студии. Что да, действительно большой интерес и вот у такого, ну старшее поколение, не могу его назвать старшим поколением, но вот не только дети и молодые люди. Действительно, да, действительно, и я очень радуюсь этому, потому что благодаря вам тоже, и мы уже 5 лет работаем над тем, чтобы популяризировать все больше и больше этот фестиваль, потому что действительно очень достойный форум, очень достойный. Мало того, что он сам по себе, этот форум, в принципе, я думаю, что не имеет себе равных в мире. Я очень много работаю в качестве члена жюри-председателя, жюри вокальных различных конкурсов по миру. И с уверенностью могу сказать, что славянский базар – это просто явление, будем так говорить, потому что здесь, это то, о чем мы сейчас с вами говорим, конкурс молодых исполнителей, как детей, так и юношей, это малая толика того, что происходит там на славянском базаре. Потому что, окунувшись в ту атмосферу, неделю вы просто не уйдете спать, потому что бесконечно происходят какие-то мероприятия, начиная от уличных театров и каких-то министрелей, которые там гуляют и показывают свои перформансы, поющие звёзды, поющие на улице, понимаете, до одновременно происходящих таких значимых каких-то выставок, концертов. Концертов, круглые столы, встречи со звёздами. Там так много всего, что ты не понимаешь, я открываю программу и так думаю, так, я вот полчаса здесь, 15 минут здесь, и вот так вот мы вот так вот бегаем, потому что хочется накушаться, накушаться вот этого всего атмосферы, накушаться, ну, квинтэссенции культуры, куда ты попадаешь. Что даёт музыканту участие в Славянском базаре, вот что он получает? Ну, кроме больших денежных премий, будем так говорить, да, самое главное, что он получает, это контакты, это связи, это признание. И я вот наблюдаю даже за вот певцом Алексом Силверсом, который вот не в прошлом, а позапрошлом году выступил. Он так подружился с белорусами, что сейчас уже клипы и концерты у него, и заказы, и совместные какие-то проекты, понимаете, даже не касающиеся музыки. Он ведь талантливый ещё, он себя проявляет как и художник, дизайнер, там, и стилист, поэтому ему всё интересно, а Беларусь очень ценят талантливых творческих людей. В общем, да, контакты, это, конечно, всегда... Это самое главное, да. Денежную премию получил, потратил, понимаете, а там уже перспектива на всю жизнь, да. Ну да, можно вспомнить, действительно, Саманту Тину, которая, в общем, сейчас поедет на Евровидение дальше уже. Да, да, да. И, то есть, ну, в принципе, вот это, можно сказать, что, ну, такой тоже этап... Конечно, да, и Саманта никогда не отрицает, говорит, что мне так много дал славянский базар, начиная от Пашабзини, ну, внутреннего... Ощущения? Да, да, уверенности... Сейчас слово не могу подобрать, знаете, как... Самоуверенность в себе. Ну да, уверенности в себе и понятие того, что ты идёшь по правильному пути. На самом деле, человеку, особенно творческому, это очень важно, понять, что ты идёшь по правильному пути, потому что мы всё время сомневаемся. А может быть, это не моё, а может быть, не так надо было, понимаете? А славянский базар, он не ломает. Я много работала и с другими большими, очень знаменитыми фестивалями и конкурсами, где режиссёры подгоняют под формат, так сказать, своего фестиваля. Говорят, вот вы хорошо песню привезли, а всё, человек приехал с костюмами, с танцевальной группой. Совсем, это всё хорошо, но это как-то не в нашем формате, понимаете? И его начинают, другую песню дают, или эту песню переделывают, или ещё что-то. И в конечном итоге этот человек уходит на сцену совсем не с тем, что он приехал, и не с тем характером, и с сомнением в себе вообще, что зачем он это вообще делает, понимаете? То есть, ну такая практика тоже есть. Как вы думаете, вот славянский базар уже сколько, десятков лет существует? Мы знаем... 28-й фестиваль. Та же новая волна, да, трансформировалась, переезжала, путешествовала в Евровидение, ну там, с более долгими корнями, но всё равно его критикуют со славянским базаром. У него кризисы какие-то были вообще за это время? Ну, конечно, конечно, были и кризисы, были и взлёты, и что-то лучше, что-то хуже, и сами организаторы это знают. И мы, как руководители делегации, когда приезжаем в прошлом году, я в прошлом году и в жюри работала, и я вижу какие-то свои кризисы. Но что очень интересно, что они готовы меняться, и они открыты к любым переменам очень мобильно, и, например, можно совершенно спокойно высказать своё мнение, вы знаете, так и так, вот здесь как-то вот не очень в этом году там получилось, да, а скажите, а ваше мнение, а что-то. Им это очень дорого, и когда ты знаешь, что твоё мнение будет дорого, ты уже включаешься в работу эту не на уровне, что ты гость приехал. Вовлечённость. Да, а ты работаешь, ты болеешь за этот проект, ты хочешь, чтобы он был лучше, с точки зрения уже, ты как соорганизатор, хотя ты как бы, ну, тебя пригласили, и ты как бы должен, ну, не сильно выступать, как бы уже принимать всё, что тебе даёт, а ты уже переживаешь душою, там, кого-то начинаешь уже подгонять, чтобы тоже они были к лучшим качествам, потому что проект не надо там, чтобы он лучше шёл с каждым годом, рос. А вдруг кто-то из нас сейчас слушает, из латвийских музыкантов, и вы сказали, что закрылась, да, закрыт приём, то есть уже всё, поезд ушёл, можно сказать? Ну, ещё, например, сегодня, мы ещё сегодня, ну, максимум завтра, ещё можем ещё рассматривать, потому что жюри, комиссия будет, мы же всех не можем допустить на 14-е число на прослушивание, потому что это будет 14-15-16, понимаете, вот, а будет сидеть жюри Илона Багеле, Ая Руране, да, это наши мэтры, это наша гордость латвийская, латвийская, так сказать, элита, будем так говорить, искусство. Они отслушают и посмотрят, кого допустят, поэтому ещё эта работа идёт, если ещё как-то так, потому что на Фейсбуке анкета пока открыта, её никто не закрыл, да, но официально вот до 1 марта у нас был приём заявок. Национальный, вот вы говорите, что это отбор, но насколько, например, для исполнителей, которые поют на русском языке, есть ли, ну, то есть, вот, обязательно это должен быть представитель с национальной песней, национальным характером, национальным колоритом, или это может быть всё-таки исполнитель, который на русском, например? Вы знаете, я уже сказала до этого, что славянский базар меняется и меняется в лучшую сторону, и поэтому хорошо, что они в прошлом году приняли кардинальное решение и поменяли условия участия, и это очень, конечно, сказалось на качестве исполнителей. Сейчас, например, взрослому исполнителю не нужно, во-первых, проходить вот этот вот отбор страшный, потому что, ну, для меня, я считаю, что это было, ну, для меня как руководителя делегации, для меня как композитора и педагога по вокалу, будем так говорить, да, это было страшным унижением. Когда человек прошёл отбор, здесь уже его отобрали, ему сказали, да, ты прошёл, мы начинаем какую-то рекламную кампанию, его поддерживать, в него вкладываем, ну, как морально, так и материально, костюмы шьём, готовим, всё такое, да, и готовим все три песни, которые на все три дня должны быть. И приезжаем туда, а тут выступил человек и не прошёл по каким-то причинам, да, и они, ну, извините, не всегда объективны эти причины, потому что, как бы там ни было, как мне вот когда-то сказали, когда был очень прекрасный исполнитель Иоаннис Лемежис, да, ну, прекрасный, просто он до сих пор один, я считаю, что один из лучших вот певцов у нас в Латвии. Не знаем, по каким причинам, до сих пор нам непонятным, но жюри есть жюри, у каждого есть свои объективные и субъективные мнения, и он не попал в то количество, которое должно было пройти. Дирижёр удивлялся, все удивлялись, думали, ну, кто угодно может не попасть, только не ты. Но, тем не менее, это произошло. И, тем не менее, понимаете, для меня это было, ну, вот, большим оскорблением. Мы так готовились, мы так хотели, чтобы это всё происходило, мы готовились на высочайшем уровне, да. Теперь, слава Богу, этого нет, можно выдохнуть. То есть, человек, который прошёл, он будет участвовать. Гарантированно уже. Гарантированно. Если ты прошёл, то есть, ну, то есть, я считаю, что это совершенно логично. И это было, конечно, в тот кризис, я так думаю, это он как раз и был. И теперь, в условиях, нужно спеть для взрослых, нужно спеть песню на славянском языке. Она может быть на украинском, она может быть на чешском, я не знаю, македонском. Тебя не ставят в условиях, пой обязательно на русском языке, да. Вот, на славянском языке, а выбор, как вы понимаете, очень большой. И вторая песня – это мировой хит. Прекрасно. Причём это всё исполняется с удивительно талантливым, считаю, лучшим оркестром вообще, из которых я слышала. И обязательно будет какой-то танцевальный перформанс ещё к этой песне сделан. Поэтому со стороны славянского базара тоже ведётся очень, ну, достаточно напряжённая работа. Они получают материал. Мы тоже тогда удивлялись. Оркестр выучил музыку. Всё поставили, всё сделали. Какая огромная работа проведена. Артиста пригласили, деньги на него потратили и не пропустили дальше. Ну, да. Ну, правда? Но логики ноль. Но ещё один момент, на который мне кажется тоже интересно обратить внимание, то, что славянский базар в Белоруссии не просто фестиваль. Вот я помню, когда я был, меня поразило, что там присутствовал, в общем-то, президент Лукашенко. И мне объясняли, что для Лукашенко это как бы тоже очень важный момент, что не жалеют денег, сил. Да. Вот я хотела бы вам прокомментировать это. Знаете, если вы говорите, вас удивило, то меня это не удивляет сейчас. И на самом деле я с таким большим уважением отношусь. Я в первый раз тоже, когда увидела, меня удивило, как его встречал народ. Это было совершенно неподдельно. Никому не приказывали, вставайте там или аплодируете, или радуетесь. Ему искренне радовались. Второе, мне очень понравилось, как он вышел на сцену, он с таким юмором. Это не была заготовленная речь, которую там нужно слушать, понимаете. Он с каким-то юмором это всё открыл, всё рассказал, и как его провожали. То есть, ну, вот когда он на место сел, он весь концерт от начала до конца всегда высиживает, будем так говорить, да, что тоже для высокопоставленных особ это редкое явление. То есть, я с большим уважением, вот прямо для меня президент Беларуси был открытием, вот какой-то личностным таким открытием. Второе, я опять возвращаясь к самому Славянскому базару, хочу сказать, что в чём его уникальность. Славянский базар – это национальная идея, вот я так считаю. Начиная от сапожника, будем так говорить, или там полицейского, который стоит на пропуске где-то там, для них это гордость. И вы придёте в кафе, у меня так было, говорят, как, вы первый раз на Славянском базаре? И вам нравится? Говорю, да, нравится. И кофе пейте бесплатно. И вот это делайте, понимаете, для них это национальная идея. Если вы меня спрашивали о «Новой волне», да, я с «Новой волной» с 2001 года работал. Это прекрасный проект и интересный и так далее. Но как бы там ни было, новая волна в Латвии – это русский десант, понимаете? То есть они приехали и делают свой проект. Это их проект, это не наш. Понимаете? И поэтому как бы там ни было, всё равно это отторгается, понимаете? Там это национальная идея. Этот проект любят все. Любят по разным причинам. Начиная от того, что просто интересно, красиво и музыкально, и тоже можно посмотреть, и заканчивая тем, что даже можно заработать, понимаете? Есть ли какая-то идея? Мы знаем, что сейчас периодически, да, там и на прошлом Славянском базаре, например, тоже там технологии те же обсуждались, какие-то круглые столы. Мы знаем, что сейчас, наверное, все предстоящие мероприятия с приставкой «ЭКО», экологию активно обсуждают. Есть ли какая-то мысль, идея по поводу, связанная с этим Славянским базаром, такая какая-то вот общеобъединяющая, что там, может быть, будет обсуждаться, помимо музыки или внедряя в музыку? Ну, внедряя, конечно, очень много проводится всевозможных бесед и пресс-конференции, и причём они на разную тему происходят. Например, я в прошлом году посетила очень интересную конференцию по авторскому праву, и она евразийская и европейская, очень много было представителей, и очень интересные вопросы были затронуты, я даже удивилась. Меня пригласили на эту конференцию, хотя я как бы не руковожу авторским правом в Латвии, но поскольку сама композитор и, как сказать, знаю, как это всё делается, и затрагивались настолько интересные и актуальные вопросы сегодняшнего дня и перспективы развития, и перспективы взаимоотношений различных компаний, различных стран, и что это было действительно очень интересно. Я не могу сейчас сказать с полной точностью, какую тему в этом году руководство затронет, но то, что это будет что-то новаторское и что-то будет интересное, это я ручаю за это. Нужно следить сейчас программой, потому что ещё не вся программа доопубликована, это всё ещё формируется, но думаю, что к концу марта это всё будет понятно. Ну что же, спасибо большое. Музыковед, продюсер Елена Свилпа сегодня была в нашей студии. Спасибо за приглашение. Да, надеемся, что Славянский базар тоже заинтересует и не только музыкантов, но и людей, которые отправятся на этот фестиваль. Коротко мы в конце расскажем, что сегодня ждёт наших радиослушателей. Программа «Добро пожаловаться» после новостей и рекламы. Сергей Сидорко в этой студии с Олегом пообщаются, и ваши знанки тоже, я думаю, что ждут и готовы ответить. В программе «Разворот» сегодня заместитель главы Межведомственного координационного центра, глава отдела по надзору и оценке развития Владислав Веспетерис. Все вопросы по поводу национального плана развития, которые мы много обсуждали уже в этой студии, будет возможность у вас задать вот так вот прям человеку. Так что готовьте свои вопросы. Спасибо. Этим утром Анастасия Смоловская, Олег Пека, звукорежиссёр Евгений Копейн были с вами. Спасибо. Всего хорошего.